И здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на новое видео по АОР F3 и это последнее видео по АОРу, потому что после этого гран-при я сваливаю из АОРа, потому что мне стало очень сложно ехать две гонки в один день, причем с перерывом в полчаса, потому что после Формулы 0 у меня сразу же АОР. И то на другой трассе, потому что только сейчас мне повезло, что было две Италии, и там Италия и тут Италия. А дальше будут вообще разные трассы, я не знаю как я это бы совмещал, а так я решил уйти в другую лику под названием ОРЛ, которая едется в четверг и я вообще без напряга там проеду до конца всего сезона. Ну и Формулы 0 конечно же будут со стримами, без перерывов, уже все стримы кстати созданы на канале, вы их можете уже найти, их анонсик уже посмотреть, поставить лайк и поставить напоминание. Короче ладно, последний этап АОРа, я тут имею просто зверхский темп, намного лучше всех остальных, но не в квалификации. В квалификации я поставила время 1.18.7, хотя лучшее мое время без срезки это 1.18.3, и это было прям очень хорошее время, но к сожалению это было нигде ни в ОРЛ, ни в Формуле 0, ни в АОРе. Нигде я такое время повторить к сожалению не смог. Ну а так пока что я ставлю время 18.7, но его перебивает чел на получается рейсинг-пойнте, и я буду стартовать со второй позиции. Тактика софт-медиум с переходом на 9-10 круге, поддалил топливо, ну и отправился стартовать, в принципе ничего такого особенного тут не произошло. И у нас Гасмут огни стартует Гран-при Италии, стартует я достаточно хорошо, прям идеальный старт, все просто его проворонили, ну а я уже начинаю бороться за лидерство. Бок о бок мы будем сейчас входить, первый поворот пытался как-то тут не срезать, поместиться с ним бок о бок, но то ли у него случился пролаг, то ли у меня, но я проехал сквозь него и перекрестил ему траекторию. Ну и собственно говоря так, я и забрал первую позицию, подрубил все возможные режимы и уже фаера начинает оксиджен атаковать, ну и я занимаю центр трассы, просто не оставляю им места куда проехать и забираю себе обратно первую позицию. Они уже начинают прям сильно отставать от меня, потому что я тут бок о бок в этих поворотах, это прям очень-очень плохо сказывается на их темпе, да. Ну и у них случается просто какой-то инсульт и у нас погибает оксиджен и из-за этого выезжает, что правильно, машина безопасности на первом круге, здорово. Я такой типа, ну в принципе можно было бы кстати заехать на ПИТ, но никто этого делать не стал, ну и я в том числе. Ну и мы отправились дальше, собственно говоря, покорять просторы на софте этой трассы. Рестарт, третий-четвертый круг, провел его кстати достаточно хорошо, но фаер его провел лучше и уже в слепстриме пытается меня атаковать. Отдал ему внутреннюю траекторию, но все-таки он решил не атаковать меня пока что тут, я его оттеснил на самый внутренний радиус трассы. Ну и все, закрыл ему траекторию и поехал в отрыв, потому что после этого до девятого круга он не отстал на 2 или 3 секунды. И уже на девятом круге, кстати, мой питстоп. Мог бы проехать до десятого круга, но решил проехать, заехать на ПИТ на девятом. То же самое делает и фаер, собственно говоря, повторяет мою стратегию. В принципе, питстоп как питстоп, просто заехали, сейчас мы сменим резину на медиум и поедем дальше. Главное выехать не в сильно плотной группе, потому что тогда будет очень-очень плохо это все сказываться на моем темпе. Кстати, мой напарник Пантелеев заехал на первом круге на ПИТ и обул себе Харт и сейчас как бы должен оказаться в лидерах после всей этой волны питстопов, но у меня все-таки медиум, а у него всего лишь-то Харт. Ну и на десятом круге у нас продолжается волна питстопов, ну и в принципе я уже выхожу на пятую позицию, передо мной Мерседес. Мерседес, которого я прохожу на одиннадцатом круге, спокойненько, аккуратненько, просто он даже, мне кажется, не хотел защищаться. Он еще и лагучий был, поэтому сквозь него, можно сказать, проехал и уже вышел на четвертую позицию. На этом же круге у нас заехал Плексис Марси на Рэдбуле, я этого почему-то не вставил. Ну и на двенадцатом-тринадцатом круге я догнал Мелка, на который едет со старта на медиуме и его прошел на... хотел пройти на главной прямой, но скорости немного не хватило. Да и бомбить не стал, просто аккуратненько проехал, у него получился очень плохой выход. Хотел переговорить траекторию, это почти получилось, но тупо из-за того, что у меня подрублены все режимы, а он просто меня по факту пропустил, я вышел уже на вторую позицию. Ну и, в принципе, оправился уже со своим напарником и у нас уже пидстопов не будет. Ну и вот это вот преимущество в три с половиной секунды он растерял за три круга. Вот так вот, собственно говоря, медиум и хард различаются по темпу. И на этом, и на семнадцатом круге я, подрубив все, что можно, открыл ДРС, взял и прошел его и вышел в лидеры данного этапа. Ну и начал просто от него отъезжать, но на круге под номером, сейчас мы посмотрим каким, мы же посмотрим, да, когда это закончится, когда этот отрывок закончится, да. На восемнадцатом круге, на следующем круге, как я его прошел, случается типичный инсульт, приправленный моей удачей. Какой-то долбик решил зайти к нам в сессию, и из-за этого вот игра решила, что, а почему бы нам не залагать? Ну и залагала, собственно говоря, и из-за этого я оказался четвертым. Из-за этого я оказался позади двух баранов, которые боролись, это Рейнбоу и МДЦО, и они боролись прям не на жизнь, а на смерть. На двадцатом круге я решила атаковать Рейнбоу, мы типа ехали Букобок, я в его базе остаюсь, а он решает, типа, закрыть мне траекторию, я такой, типа, ну здорово, братик, я очень рад снова видеться с тобой. Подрубил все, что можно, думаю, сейчас как я тебя пройду, и мы начали ехать Букобок. Пытался его как-то тут максимально корректно пройти, но решил пока что его пропустить. И на двадцать седьмом круге надо уже его реально по-настоящему проходить. Подрубил все, что можно, он выпал из зоны ДРС, у него нету штрафов так же, как и у меня, а у МДЦО есть шесть секунд штрафа, кстати, а он впереди. Ну и он просто как-то по-сфински, если честно, оборонялся Рейнбоу, потому что раз контакт у нас был, тут контакт у нас был, но я не собирался отдавать ему, как бы, виртуально вторую позицию, хотя я должен был побеждать в этой гонке с огромным преимуществом. Он продолжает толкаться, но у меня внутренняя траектория на входе в Роджи. Ну и, собственно говоря, я прохожу эту шикану намного быстрее, чем он, и выхожу на третью позицию, но на финишной черте она становится второй. Ну и, собственно говоря, вот так у нас и завершилась последняя моя гонка в Аоре. Должен был я побеждать в этой гонке, у меня был тут зверский темп, лучше всех, но победил у нас мой напарник Дмитрий Пантелеев, он молодец, ну и, конечно же, ему просто... Не без доли везения ему доставалась эта победа, но просто не буду себя оправдывать. Короче, ладно, вторая позиция, в принципе, нормально, там еще на меня кто-то подал протест за квалификацию, не проверял, если честно, чем это закончилось, но у нас два российских флага на подиуме, и это дубль для России, дубль для Тор-Росса. Вот бы так было в формуле Zero. Ну, ладно, короче, в принципе, сейчас вы можете посмотреть результаты гонки, но я на этом буду потихоньку заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, спасибо, что достаточно много людей смотрит видео по Аору, также еще по ОРЛ достаточно много просмотров набирают видео, и я, конечно, буду продолжать их делать. Ну, а на этом у меня точно все, всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok